У подножия горы Машук в Пятигорске состоялся седьмой этап серии турниров по спортивному пейнтболу «Золотое кольцо». За Кубок Ставропольского края приехали бороться 16 команд из городов Юга России. Пятигорск уже шесть лет проводит подобные соревнования. На этот раз организаторы пригласили пейнтболистов мирового уровня Сергея Солнышкова и Константина Федорова, выступающих за американскую команду «Хьюстон Хит». Именитые россияне приехали не только поиграть, но и передать опыт профессионала в выборе тактики боя. А для каждой игры она разная и зависит от роста, веса спортсменов, а также от скорости принимаемых ими решений. В игре нужна смекалка. Стратегия заключается в чем? Чтобы по сути обмануть противника. То есть это отстрел разбежки идет, так первые 10-15 секунд. И потом уже запирание углов. Запирать зону, чтобы человек не прошел дальше, начинает вырезать потихоньку углы и выбивать соперников. Но советы профессионала не так-то просто применить в бою. На поле игроки оказываются под градом желатиновых шариков. И синяки, и шишки от них – дело вполне обычное. «Сам пейнтбол – очень активный вид спорта. Можно выплеснуть все свои негативные эмоции на поле, в игре. И после игры чувствуешь себя очень положительно. И в него надо попробовать поиграть. Тогда вы все поймете». По словам организаторов, в России популярность этого сравнительно молодого вида спорта растет. От 100 человек в 1992 году до 200 регулярно играющих команд в настоящее время. «Ну и потом пейнтбол – такой русский, очень для русского характера спорт. Здесь надо думать очень быстро, стрелять, бегать, все это вместе сделать, все это в команде». Восьмой этап серии «Золотое кольцо» пройдет в Новосибирске, а финал игр состоится в ноябре в Москве. NTD – Пятигорск, Россия.